МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» на взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Любая экстренная помощь, у нас ее здесь некому оказывать. По дороге не каждый пациент может доехать и сохранить свое здоровье. Умирает по дороге. Это очень часто такое происходит. Решать проблемы, которые копились годами, коммунисты получили большинство в районной думе Александровска Пермского края. За несколько суток восстановили электроснабжение, водоснабжение, тепло, чтобы канализация была, чтобы дороги были везде. Невозможное возможно. Губернатор Иркутской области подводит итоги восстановления районов Приангария, переживших небывалое наводнение. Однозначно это для всех большой праздник, но мы понимаем, что мы сделали только лишь первый шаг к тому, чтобы пройти дальше на следующий этап. Быстрее, выше и сильнее. Минифутбольный клуб КПРФ досрочно вышел в элитный раунд Лиги чемпионов. Итоги прошедших в сентябре выборов четко показали. Население страны недовольно проводимым курсом. В обществе созрел не просто запрос на перемены. Люди понимают, что необходим левый поворот. После единого дня голосования КПРФ усилила свои позиции во многих муниципальных образованиях. В Москве и Санкт-Петербурге партия удвоила представительство в городских думах. Увеличилось количество депутатов-коммунистов и в других регионах. Так, в городской думе Александровска Пермского края у фракции КПРФ теперь большинство. Износ инженерных сетей, разбитые дороги, отсутствие рабочих мест. Эта картина характерна для большинства регионов страны. Но власти предпочитают не заниматься реальными делами, предлагая вместо этого никому не нужные законы. Так, в конце прошлого года в Пермском крае прошла административная реформа. Город Александровск объединили с муниципальным районом. После этого были назначены выборы в местную думу, где коммунисты получили 9 мест из 15. Это дало им право решать проблемы в округе, а накопилось их немало. Любая экстренная помощь, у нас ее здесь некому оказывать. По дороге не каждый пациент может доехать и сохранить свое тоже здоровье. Объединение города и муниципального района обернулось большим количеством проблем, которых и без того хватало. Помимо оптимизации больницы происходит и слияние трех школ. Власти считают, что так можно будет неплохо сэкономить районный бюджет. Но в КПРФ уверены – качество образования пострадает. Взгляд на образование вообще по всей России, что нужно оптимизировать, экономически это выгодно. Может быть, это на бумаге подсчитано и цифры говорят о том, что да, есть выгода. Но здесь упускается человеческий фактор. Учителя и родители объединились, чтобы эту проблему решить. Они подали иск против реорганизации ущербных заведений. Их поддерживает и прокуратура края. Помимо этого, коммунисты будут добиваться отмены слияния больниц. Депутаты также подготовили ряд предложений по привлечению в район молодых специалистов. О социальных проблемах и незащищенности граждан говорили в четверг в Госдуме. Согласно прогнозам Минэкономразвития, рост доходов россиян в ближайшие годы, если и ожидается, то в пределах статистической погрешности. В 2024 году доходы наших граждан в лучшем случае на 1% превзойдет то, что было в 2013 году. 11 лет из социальной жизни фактически оказываются выброшены. Если вы там прочитаете, кстати сказать, что это прямо сказывается и на темпах экономического роста. Для того, чтобы повысить волны внутренней продукты, нарушивое население в полтора раза к 2024 году, как это требуется указом президента номер 204, нам нужны темпы развития 7,2% в год. Это анализ, соответственно, финн-университета при правительстве. Люди, недовольные такой ситуации, пытаются отстаивать свои права и подвергаются репрессиям. Депутаты-коммунисты предлагают пересмотреть наказание за участие в несанкционированных акциях. Тем более, что схожие рекомендации озвучил Конституционный суд. Рекомендация состоит в том, что если действия человека на уличной акции или на каком-нибудь народном сходе или на какой-нибудь встрече никак не были сопряжены с насилием, то, конечно, невозможно делать его уголовником и привлекать к уголовной ответственности. Комиссия Минздрава выявила серьезные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Центра имени Блохина. До середины этого года детей лечили неэффективными методами, однако оснований для увольнения руководителя онкоцентра Светланы Варфоломеевой комиссия не нашла. Коротко о других новостях в стране. Банковские комиссии, которые взимают с граждан при межрегиональном переводе денег, недопустимы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он призвал кредитные организации избавить россиян от так называемого банковского роуминга. Пенсионный фонд прогнозирует увеличение в следующем году страховой пенсии для неработающих пенсионеров до 16,5 тысяч рублей, сообщил глава пенсионного фонда Антон Дроздов. Сейчас страховая пенсия почти 15,5 тысяч рублей. После недавней утечки персональных данных клиентов Сбербанк усилит систему внутренней защиты, сообщил глава банка Герман Греф. Напомним, на прошлой неделе данные о владельцах кредитных карт Сбербанка оказались в открытом доступе. По данным исследований аналитического центра НАФИ, 46% россиян вынуждены отказываться от отпусков из-за нехватки денег. Каждый пятый ограничивает себя в покупке необходимой одежды и обуви. Также граждане экономят на посещении театров, кино и на лечении. Правительственная комиссия в Москве подводит итоги восстановления восьми районов Иркутской области, пострадавших этим летом от небывалого паводка. Владимир Путин, а вслед за ним и Виталий Мутко, высоко оценили работу команды Сергея Левченко. А жители затопленных городов и поселков дали ему звание «народный губернатор». Детали и цифры в репортаже Антона Кириллова. 24 июня начала подниматься вода в реках Приангария и 25 числа они вышли из берегов. Уже в тот момент началась спасательная операция, но 30 июня пришла новая вторая волна паводка и стало ясно, что это климатическая катастрофа регионального масштаба. 200 на 300 километров, 8 районов, 109 населенных пунктов, 5000 домов смело, а фундаментов не осталось. За 2-3 недели восстановили всю инфраструктуру и порядок организации управления. Назовите мне второй пример. Под руководством Сергея Левченко люди работали по 12 часов в сутки, без выходных, чтобы успеть как можно быстрее спасти и вывести людей из затопленной зоны, а следом наладить снабжение городов и поселков. За несколько суток восстановили электроснабжение, водоснабжение, тепло, чтобы канализация была, чтобы дороги были везде, чтобы мы не прерывали вопросы питания, чтобы не увеличивалась цена на продукты питания, чтобы был порядок. Все, кто участвовали в выполнении этих очередных задач, они сегодня с определенным удовлетворением уже могут оглянуться назад. В затопленных районах удалось избежать эпидемии и падежа скота. С помощью МЧС и Росгвардии были разобраны завалы, а люди оказались накормлены и согреты. 90% из них, а уже даже 95% из этих граждан подали заявление на получение соответствующих сертификатов. Где-то уже 85% получили сертификат на руки. 1200 семей уже приобрели жилье на вторичном рынке в других муниципальных образованиях. На данный момент уже спланированы два новых микрорайона, размечены участки и заложены фундаменты новых домов, куда переселятся жители зон глубокого подтопления. К ноябрю следующего года все они должны справить новоселье. В самих городах запланировано строительство новых защитных дамб, а также очистка русел-рех для того, чтобы в будущем избежать нового сибирского потопа. Антон Кириллов, Красная линия. В ближайшие годы в Иркутской области на пострадавших от наводнения территориях будет построено 227 объектов. На эти цели потребуется около 35 миллиардов рублей. В основном будут строить жилые дома, частные и многоквартирные. В них заселятся люди, оставшиеся без крыши над головой. Строительный комплекс при Ангарии теперь нацелен на ликвидацию последствий паводка. После ухода воды прошла неделя, вторая. Пережили вторую волну, прошел первый шок. И люди начали устраивать жизнь после потопа. С поиском виновников катастрофы, конечно, возможны варианты. Но вот на вопрос, что делать, единственный возможный ответ – строить. Раньше других в работу по возведению нового жилья для пострадавших включился подрядчик из столицы с типовыми проектами быстровозводимых домов на винтовом фундаменте. Это распространенная технология в Скандинавии, скажем так, в Канаде, ну, во многих странах это уже как бы используется. Впрочем, строители признаются честно. Эти постройки – фактически рекламная акция, чтобы тулунчане могли буквально пощупать руками дом, где, возможно, будут жить. Право на выбор – это, конечно, хорошо, но имеет оборотную сторону. Некоторым этот выбор сделать очень сложно, решение откладывают. А строители не могут приступить к работе быстро, пока не поймут размер заказа. Вот и получается, что рыночные отношения и практика коммерческого строительства совершенно не соответствуют ситуации чрезвычайного положения. Многие сегодня, знаете, относятся к это как к коммерческому проекту. Я бы назвал это по-другому. Это возможность совершить некий подвиг, в том числе строительный. В начале августа строительный комплекс Иркутской области попал в замкнутый круг. Люди не решаются вкладывать свои сертификаты в жилье, которое еще не готово. А застройщики не могут начать работы без гарантии оплаты, не понимая точные параметры заказа. Определенный риск и со стороны, так сказать, правительства, и со стороны строителя, подрядчика. Наверное, нам надо принять решение, где бы мы на этот риск шли осознанно и консолидированно. Уже после первого паводка, когда застройщики поняли, что можно получить от государства выгодные заказы, желание строить обозначили многие компании. Но далеко не все готовы брать на себя риски, ответственность и повышенные обязательства. Поэтому к началу августа желающих строить для пострадавших людей остались единицы. Каждое воскресенье в приемной губернатора шли тяжелые разговоры с представителями бизнеса. Мы можем подписать предварительные наземенные работы, но мы не можем подписать сейчас сразу на 500 квартир. Губернатор Левченко сам в прошлом строитель. Он отчетливо понимает, сейчас счет идет на дни. Технология строительства в сибирских условиях диктует свои правила ведения дел. Нет необходимости дома, домов или квартир как можно быстрее сделать к Новому году. Нам надо как можно больше фундаментов сделать. Вот в этом задача. Ситуация со строительством новых домов для пострадавших районов меняется каждый день. Региональная власть максимально ускоряет все бюрократические процессы, насколько это вообще возможно. По всей видимости, некоторым жителям подтопленных районов несколько месяцев придется провести во временном жилье. Ведь за пару месяцев капитальный дом построить невозможно, даже если действительно будет совершен настоящий подвиг. Примеры специального репортажа Андрея Дружинина после потопа смотрите на нашем сайте airline.tv Лауреатами Нобелевской премии по литературе стали польская поэтесса Ольга Токарчук и австрийский писатель Петр Хантке. Премии получили сразу два человека. Это произошло из-за того, что в прошлом году объявление лауреата отложили из-за скандала в Шведской Королевской Академии Наук. Коротко о других новостях в мире. Турция продолжает атаковать сирийские деревни, расположенные возле Рас-Эль-Айна. С начала военной операции армия Турции нанесла удары по 181 цели. США подготовили проект санкций против Эрдогана и тех, кто оснащает его оружием и военной техникой. С космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником. 15 лет он будет работать на геостационарной орбите и предоставлять услуги связи на территории Франции, Италии и Алжира. Бывший вице-президент США Джо Байден выступил в поддержку импичмента Дональда Трампа. Байден заявил, что американский президент нарушил присягу, которую давал в 2017 году, и должен быть привлечен к ответственности. В Аргентине таксисты протестуют против сервисов Uber и Cabify, заявляя, что их тарифы ниже, чем цены на местные такси. С момента начала работы сервисов в Буэнос-Айресе спрос на городское такси сократился в два раза. Мини-футбольный клуб КПРФ досрочно вышел в элитный раунд Лиги Чемпионов. В основном групповом турнире наши футболисты обыграли венгерский Беретио Фалу со счетом 5-1 и казахстанский Кайрат со счетом 3-0. Это историческая победа, первая победа в Лиге Чемпионов. Дорогого стоит. И вдвойне против такого соперника, как Кайрат, титулованного. Однозначно это для всех большой праздник, но мы понимаем, что мы сделали только лишь первый шаг к тому, чтобы пройти дальше на следующий этап. 11 октября команда сыграет с испанской Эль-Поса-Мурсье. По итогам матча определится победитель группы, что обеспечит преимущество при жеребьевке в элитном раунде. Напомним, история спортивного клуба КПРФ началась в 2003 году с команды по мини-футболу. Уже через 5 лет она вышла на профессиональный уровень. А в 2019 году стала вице-чемпионом России и завоевала право участвовать в Лиге Чемпионов. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.